привет друзья фух сегодня ровно год как я уехала из россии и знаете сейчас вот так вот вздыхаю потому что вспоминаю себя ровно год назад в тот период и это был наверное самый жуткий период за последние много-много лет может быть даже за всю жизнь это был максимально тяжелый месяц сентябрь в прошлом году понятно что из-за мобилизации вот этого всего я и наверняка многие из вас уехали и это было абсолютно спонтанно резко не мы не успели ничего понять осознать как-то и мы все уехали побросали свои жизни родителей друзей кто-то любимых людей как я мы с моим молодым человеком расстались потому что он принял решение остаться я приняла решение уехать и мне было максимально максимально тяжело в тот момент и в такие моменты кажется что как будто бы это все никогда не закончится ты вот проваливаешься вот в это вот состояние это даже не депрессия я не знаю как он его назвать просто какой-то тяжести и тебя ничего не радует то есть ты в те моменты я вот себя вспоминаю да вот сейчас там я увиделась с подругой я поехал подруги в грузию да я увиделась подругой это здорово типа классно но и вот это огромное но ты никуда как будто не можешь от него деться и и мне правда в тот момент меня спасали какие-то действия я планировала тогда как я буду переходить границу с америкой на тот момент ничего было еще не известно я вот как раз таки занималась тем что мониторила чат и как я это буду делать весь октябрь я занималась этим конкретно вот в момент уезда 27 сентября я спасалась мыслью что я переходила границу через верхний ларс и спасалась мыслью что я вот мне сейчас надо просто идти вообще ни о чем не думать просто вот иди 14 километров как у меня шла пешком вот тебе надо сейчас просто идти 14 километров пешком потом просто переждать вот эту вот ночь там стоя потом просто пройти вот эту грань потом опять вот эту нейтральную зону идти просто идти просто двигаться вот тебе вот сейчас главная задача для тебя вот это просто вот это физические какие-то действия и они меня в тот момент очень заземлили и я переходила границу двое суток получается вот это все это вместе заняло и вот эти двое суток меня тогда очень спасли очень спасли от каких-то вот этих переживаний но потом конечно же это все у меня догнало догнала вообще-то как правильно и полтора месяца в грузии я просто наверно страдала наверное можно так назвать мне было очень тяжело потому что вся моя привычная жизнь она вся рухнула и я теперь одна и надо что-то вообще делать я в те моменты думала что те кто переезжает парами что им повезло что хотя бы есть с кем там разделить какую-то ответственность там я не знаю что ты ищешь там билеты я ищу жилье например ну какие-то такие вещи да но и просто вообще с каким-то человеком своим родным рядом гораздо проще все это проходить вот но получилось так как получилось я весь вот этот год все вытягивала одна и что меня спасало это поддержка близких людей естественно и друзья которых я приобрела здесь в лос-анджелесе в нью-йорке причем как-то так знаете я вот это вот просто всегда в моей жизни было что у меня всегда были друзья и все было много и абсолютно из каких таких мест с ними мы в грузии познакомились другими в мексике на каких-то нетворкингах там вся и вот я как-то обросла вот такими а многих я кстати знала еще из россии вместе мы работали с кем-то из одного города ну в общем как тот ну так вот вокруг меня очень много прекрасных людей и не могу подобрать глагол какой в общем я обросла очень хорошим кругом друзей и вот это конечно тоже очень сильно меня мне помогло вот и знаете вот сейчас оглядываясь назад мне кажется вот сейчас вот прошел год и только сейчас я начала эмоционально психи психологически как-то вообще чувствовать вот эту почву под ногами весь год когда мне казалось даже что это не так вот сейчас я смотрю это было так у меня весь год были эмоциональные качели от супер радостно супер здорово все наконец-то я типа как это наконец-то у меня все налаживается и потом опять спад и ты потом опять не знаешь что делать потом опять вроде вот прикольно прикольно да супер наконец-то я знаю что делать и опять спад знаете и вот это вот постоянно они могли быть сильнее где-то более ровные текать но это все но были качели и вот весь год просто я вот сейчас только осознаю что я все-таки находилась в этих эмоциональных качелях и психика моя пыталась справиться со всем тем что происходит а за этот год произошло просто миллион всего ну то есть это вот если так вдуматься просто вообще вот в этот даже процесс эмиграции не говоря уже о том что сколько всего 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 этому сопутствовало сколько и так весь прошлый год было стресса у нас у всех сколько вообще каких-то даже да даже вот это вот перейти границу через верхний ларс пешком двое суток какой это стресс был для всех я помню эту очередь огромную так это всю неделю продолжалось и на сколько границ таких было не только верхняя сколько вот да то есть вот это уже для человека стресс находиться в таких условиях сутки двое суток не спать как-то стоя эту очередь стоять и так далее и так далее это уже стресс а представляете сколько таких событий было потом вот эта граница с мексикой это кто в америке приехал в америку тоже тоже в мексике находиться ждать своей очереди пытаться выловить это окошко в приложении то есть сколько вот это стр и это все в один год у кого-то это вообще там в один месяц два ну то есть три это это максимально какие-то концентрированные события дикие дикие для простого человека а мы это все пережили прикиньте потом переехали в новую страну сколько людей в европу в америку неважно куда мы переехали в новую страну и пытаемся здесь начать жизнь с нуля люди к такому готовятся годами годами там ищет заранее работу как-то готовятся морально даже в попрощаются там с людьми своими близкими как-то договариваются как они будут видеться как-то вот это вот все это люди годами готовятся к эмиграции мы уехали за неделю не кто-то меньше кто-то за два дня кто-то это и пожалуйста вот если у кого-то сейчас есть какие-то претензии к себе что я еще что-то там недостаточно чего-то я еще чего-то не сделал я еще чего-то не даст я еще там не нашел работу я не купил машину я там что-то я не знаю там живу в комнате какой-то квартиру еще не могу снять там или я еще вам бизнес не построил я еще что отъебитесь от себя вы просто прикиньте вообще через что вы прошли я раньше думала что то что там эмиграции господи а тем более для тех который всегда хотел это я всегда я хотела уехать я всегда хотела уехать в америку в нью-йорк это всегда была моя мечта и даже когда ты хочешь это сделать даже когда у тебя есть какая-то финансовая подушка даже у тебя есть поддержка людей близких людей поддержка все равно все равно ты просто охуеваешь от того что тебе здесь приходится переживать просто абсолютно новые все новое все новое ты как будто заново учишься ходить все новое менталитет новый там не знаешь деньги новые надо перестраивать просто свой мозг там типа считать в долларах да у кого-то в евро ну буду говорить про долгу как про америку перестраивать просто что вот пять долларов это блин не 500 рублей а это всего лишь пять долларов что зарплата тут гораздо выше и вот этот постоянный поначалу просто диссонанс другие там эти меры измерения какие-то унции я до сих пор в этом не разбираюсь в общем все новое все новое я знаете когда переехала вот в эту квартиру это уже вторая квартира у меня ну в нью-йорке первое я где-то три недели я не ходила стирать тут же стиралки в билдинге я не ходила стирать три недели знаете по какой причине что я не хотела разбираться как как какое там надо новое приложение для этих стиральных машин скачать как его пополнять куда когда ты выходишь из лифта в какую сторону в эту лондри поворачивать я не хотела в этом разбираться и я просто три недели не стирала вещи вот потому что это было какое-то очередное что-то новое я не хотела там разбираться вот и в общем я хочу сказать всем кто сейчас в эмиграции просто вообще отъебитесь от себя первый год вот правильно говорят когда только эмигрировала я читала вот эти знаете там есть там что-то три-четыре этапа вот значит эмиграции сначала ты турист тебе радостно потом там что-то то-се-то т т т и чет какой-то четвертый этап который говорят лица там от года до вообще бесконечности что ты должен привыкать что ты привыкаешь осознаешь что вот здесь уже все твоя жизнь и вот это привыкание процесс вот такой вот он проходит у кого-то дольше у кого-то меньше и в общем-то я думаю да господи да целый год вот это ждать типа ну да ладно чё я ж ты более сюда хотел уехать я вообще смотри как классно да чё тебе вообще жаловаться вообще в америке своей вот этой сидишь еще чё-то жалуешься чё-то грустишь чё-то это вот скажите вот я уверена было такое кто в европе чё-то со италии там блин чё там это пиццу надоело жрать что ли то есть вот такие какие-то да бесценивание просто полнейшее неважно где ты находишься тебе все равно тяжело да круто да прекрасно я счастлива что я в америке но это не отменяет того что мне безумно 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 тяжело было весь этот год и только сейчас я начинаю стабилизироваться я вот как с подругой недавно разговаривали я привела такую метафору вот это полностью описывает мое сейчас состояние первых у меня вот последние две недели вот я только сейчас стала ощущать что действительно у меня сейчас все налаживается действительно выравнивается и это не вот этот эпизод эмоциональных качелей потому что все они знаете как отличить они все как на какой-то на диком ты подъеме на какой-то дикой радости на такой найти суетной радости что вот а вот оно сейчас вот там то 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 а сейчас у меня абсолютно ровное и хорошее состояние но спокойное вот это вот радость она не суетная вот такая вот как там собачки а просто спокойное спокойное принятие и понимание что блин как классно и вот мне вот это прошел год мне потребовался год и вот метафора которая полностью подходит сейчас к моему состоянию это 21 декабря это вот этот вот момент когда самый долг самая долгая ночь вот просто все все во тьме вот самая долгая ночь и она все знаете как будто ухудшалась 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 и она все вот по минутке по минутке следующие 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 все дни прибавляется 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 солнышко и вот это то что я сейчас испытываю что вот просто я вот и просто сейчас уже например стало там типа на полчаса светлее им это уже очень сильно ощутили когда-то минуту-две она становится светлее мы не замечаем а вот когда сейчас вот у меня состояние вот на полчаса стало светлее и я это уже заметила я заметил что мне становилось лучше уже не в момент мне сейчас стало лучше а уже вот недели две-три я вот по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть настроение состояния становится все лучше и лучше и вообще тоже такой недавно услышала лайфхак, наверное, как отвечать на вопрос, как у вас дела, как у тебя дела. Самые, это какие-то там учёные выяснили, что самый прекрасный ответ, как можно ответить на этот вопрос, дав тем самым мозгу установку, как у тебя дела, всё лучше и лучше. То есть мне не сейчас хорошо, а всё лучше и лучше, завтра будет ещё лучше, я себя чувствую всё лучше и лучше. Вот поэтому вот отвечайте вот так на вопрос, как у вас дела, всё лучше и лучше. И сейчас тоже я себя чувствую прекрасно, и я себя чувствую всё лучше и лучше с каждым днём, с каждым мгновением. И я так счастлива находиться здесь, я счастлива записывать вот эти видео, что я счастлива получать от вас обратную связь. Кстати, я начала проводить ещё арт-классы, арт-терапию, уже проводила одну, одну арт-терапию, одну сессию. И вот в это воскресенье будет ещё одна сессия. И это так здорово, и это так здорово встречаться с людьми, что-то организовывать. Вот прошёл год, и я наконец-то готова делиться энергией, готова делиться вообще своими какими-то знаниями с вами, с девчонками, которые ко мне приходят на арт-классы. Вот. И наконец-то всё постепенно начинает налаживаться. Поэтому, друзья, абсолютно всё у всех нас с вами будет хорошо. Никогда не надо отчаиваться. Даже в самые тёмные моменты просто знайте, что всё наладится. Всё будет лучше и лучше. Это просто такой закон природы. Оно не может быть плохо. Оно не может быть плохо всегда. Нет. Оно обязательно за закатом будет рассвет. За... там... Какие ещё метафоры давайте придумаем? Ну, вы поняли мою мысль. Вот. Поэтому отстаньте от себя. Занимайтесь своим состоянием. Если вы сейчас чего-то там не достигли, плевать вообще. Вот, понимаете, ничего нельзя построить, когда ты на эмоциональном каком-то дне находишься. Поэтому занимайтесь своим состоянием. Рефлексируйте. Делайте медитации. Вообще как-то вот успокаивайте себя. Потому что спокойствие сейчас самая главная валюта. Сначала состояние, а потом уже всё остальное. И вот на это состояние всё у вас притянется, всё придёт. И вы сможете из спокойного и хорошего состояния уже что-то делать с новой силой. Поэтому я желаю, чтобы у всех сейчас, после просмотра этого видео, чтобы все немножечко как-то заземлились, успокоились, поняли, что всё у всех отлично на самом деле. Настолько вот оно так, как оно может быть в данный момент. Вот, значит, вот на данный момент, значит, пока вот так. Вот и всё. Занимайтесь своим состоянием, друзья. И давайте вытянем карту. Где она у меня? Сейчас. Карта дня. Давайте гадаем на состояние, на благосостояние, что нам подскажет карта. Ой-ой. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ну, давайте. Рекорд. Что, записать? Запись? Ну, вот я записываю это видео. Правильно? А, я думаю, знаете как? Вот мне, знаете, как она откликнулась? Вот этот дневник, вот как раз-таки порефлексировать, записать, вот свое, это вот дневники, вот как я пишу, какого-то там самопрограммирования, не знаю, просто дневник благодарности, утренние страницы. Вот что-то такое вообще отрефлексировать свое состояние. Вот, мне кажется, это об этом. Ну, для меня, по крайней мере. Не знаю, как для вас. Пишите, делитесь. Ой, вот, друзья. В общем, если вы здесь и смотрите это видео, значит, у вас точно все будет отлично. Я вас обнимаю. Увидимся в следующем видео. Пока.